Регулятор Apex XTX50 Вы имеете ввиду название и маркировку только второй ступени Первая ступень, как правило, имеет совсем другую маркировку И ничего общего с XTX50 не имеет Начинаем разбирать нашу первую ступень Для начала снимаем крышку мембраны Это можно сделать руками Отвинтив ее Если же крышка отвинчивается плохо Можно использовать либо специальный ключ, который вставляется вот сюда Либо какое-то приспособление, которое поможет вам при надавливании на мембрану открутить крышку Если же крышка подзакисла Вы давно не обслуживали вашу вторую ступень Будет неплохой идея, если вы предварительно замочите ее в теплой воде Кипяток класть не надо, но достаточно теплую воду Положить ее на 10-15 минут Часть солей растворится Это позволит нам легче разбирать вашу вторую ступень Итак, откручиваем крышку Вынимаем держатель мембраны Вынимаем саму мембрану Дальше надо снять дефлекторы Снимаем дефлекторы, надавливаем вот на эту кнопочку И сдвигаем дефлектор в сторону Вот видите, пазырь, по которым он ходит Вторая часть, соответственно, легко снимается Дальше Ключом отворачиваем вот эту гайку Нажимаем вот на эту деталь Чтобы она вышла из корпуса второй ступени Продолжаем разборку Снимаем эту качельку Снимаем вот пластмассовый дефлектор Вот у нас выпал фиксатор регулировочного винта Отсюда Не потеряйте Дальше Выкручиваем Эту часть Вынимаем Эти части Так Нам осталось демонтировать регулировочный винт Который находится у нас там внутри Чтобы его демонтировать Надо использовать либо очень широкую отвертку Плоскую Либо специальную отвертку Который наконечник Вот Похож на это Я буду Пользоваться непосредственно вот этим прибором Для меня это очень удобно Если же просто ковыряться отверткой неподходящей ширины Можно просто посрезать шлицы Мы открутили эту деталь Теперь с помощью отвертки Или какого-то другого приспособления Выпрессовываем ее наружу В принципе Разбор мы закончили У нас остался только тарельчатый клапан Но Тут хорошо видно Что тарельчатый клапан у нас в отличном состоянии Замена не требует Меняется он легко Его просто можно отсюда выдернуть Крепится он таким вот резиновым грибком И сейчас отправим все Снимем все о-ринги Это раз Два Три И Четыре Потом у нас еще есть Уринг-уплотнитель Вот на этой детали Которую мы Снимем С вами С помощью отвертки Вот этот уринг И есть у нас еще Уринг-уплотнитель Я чуть не забыл Нам надо разобрать еще вот эту деталь Надо снять вот эту пластмассовую пробочку Чем-то ее поддеть Чем-то ее поддеть Пробочка Потом берем шестигранник И выкручиваем И потом Тоненьким каким-нибудь шестигранником Вынимаем Так и у нас вот здесь вот должен быть уринг У нас Этот уринг Вот сюда пролетел Ну все Отправляем Снимаем о-ринги Отправляем все в чистку Итак После чистки и ревизии Нашего регулятора Я обнаружил Что у меня не хватает Как минимум одного о-ринга Один о-ринг Имеет очень сильные повреждения Остальные в принципе В удовлетворительном состоянии Все детальки я в уксусе прочистил Помыл Сейчас начнем собирать Для сборки нам понадобится Ремкомплект AP0219 Для вторых ступеней Apex Подходит ко всем вторым ступеням Этого производителя Приступаем к сборке Когда я разбирал наш регулятор Я не снял вот эту деталь То есть вот так вот она выглядит На ней тоже есть Определенная выработка Поэтому ее тоже надо будет снять Для замены Итак, приступим Начнем Вот с этой детали Как раз о-ринг от этой детали У нас и был поврежден Берем аналогичный о-ринг Из нового Набора Одеваем На все о-ринги наносим смазку Деталь собрана Итак, собираем внешний регулировочный винт Вставляем регулировочный винт Пружины клапана И шестигранником Закручиваем До того момента Пока у нас Вот Винт не будет вровень С этой поверхностью То есть вот Черный Пластиковый регулировочный винт Должен быть Вровень С поверхностью Металлической Внешнего регулировочного винта После этого Когда они сравнялись Мы делаем Полных Три оборота Закручиваем Раз Два Три В мануале написано Сделать полных Шесть оборотов Давайте попробуем Сделать шесть Четыре С половиной Все Видимо В мануале В русском переводе Закралась В мануал Закралась ошибка Поэтому Делаем Три оборота Далее Назеваем уринг Вот на эту деталь Дальше Собираем вот эту деталь С самым маленьким урингом Главное Подтереть Новую пробочку Дальше Делаем уринг На эту деталь У нас осталось Уринг От этой детали И поставить уринг Вот на эту деталь У меня почему-то Его не было Видимо в предыдущий сервис Кто-то Кто делал Потерял А поставить назад Затруднился Просто его не было Ставим на место Вот эту деталь И закручиваем И так Подкручиваем Отверткой Собираем Корпус клапана И первое Что надо поставить на место Этот вот наш рычаг Качельку Как его ставить Смотрите Вот у нас есть корпус клапана Да И вот отверстие Да Куда вставляется Качелька Собственно Во-первых Надо убедиться Что Она Сохранила Свои Геометрические Размеры Да Что все ровно Никаких искривлений нет Что она Не погнулась И вообще Если честно То Лучше Не снимать ее Без Острой Необходимости Потому что Монтаж И демонтаж Все равно Приводят К небольшим Изменениям Геометрии Этой детали Вот Как ее Вставлять правильно Кладем Деталь Так Мысленно Проводим Центральную Осевую линию Да У нас Вот Это Квадратное Отверстие Куда Вставляются Вот эти Выступы Должно Находиться В нижней Части То есть Чуть ниже Этой Осевой Линии Вот Так Берем Качельку И Аккуратненько Начало Одну Потом Вторую Сторону Ставили Да Вот Так Должно У нас Получиться Вот так Я на фотографии Сейчас покажу Вам это Более подробно Продолжаем Собирать Наш Клапан И сейчас В корпус Клапана Вставляем Сборку Из стержня Клапана Вставляется Это вот так Значит Обратите Внимание На этой Детали Выступы Они смотрят Вниз Эта деталь Так Выступами Вниз Подробности На фотографии Будут И Вставляем После этого Вставляем Внешний Регулировочный Винт Закручиваем До того Момента Пока Вот Это Отверстие Куда Мы Вставляем Фиксационный Шплинт Не Будет Свободно То есть Не будет Возможности Его Вставить Вот Сейчас Мы Завернули Есть Возможность Вставить Вставляем Шплинт И Отворачиваем Назад Чтобы Зафиксировать Этот Шплинт Все Берем Корпус Вставляем Вставляем Так Вставляем Далее Вставляем Крышечку Заворачиваем Заворачиваем Во время Когда Вы будете Затягивать Эту Гайку Тут Возникает Одна Тонкость Если Вы Сильно Ее Затягиваете То Качелька Прижимается К этим Пластмассовым Выступом И Собственно Она Становится Практически Нерабочей Потому Что Она Прижата Поэтому Во время Затяжки Вы Придерживаете Пальцем Качельку И Аккуратненько Старайтесь Не очень Сильно Тянуть Чтобы Она Осталась Подвижной Дальше Надо Отрегулировать Положение Этой Качельки Чтобы Поднять Или Опустить Мы Используем Регулировочный Вид С этой Стороны Когда Мы Закручиваем Она Опускается Когда Откручиваем Она Поднимается Вы Добиваетесь Такого Положения Чтобы Качелька Была Вровень С Краем Коробки Регулятора Второй Ступени Более Точную Регулировку Мы Сделаем Потом Уже Когда Подсоединим К баллону Так Сделали Ставим Мембрану Козух Мембраны Заворачиваем И Сейчас Мы Подсоединим Вот этот Специальный Прибор Который Я использую Подсоединим К шлангу Среднего Давления Регулятора Собственно К тому Шлангу Который Ведет К Нашей Второй Ступени И будем Регулировать Вставляем Прикручиваем И Идем Подсоединяем Баллон Прикручиваем Прикручиваем Торос Тупени Этот прибор У нас Совмещает Две функции Он нам Показывает Промежуточное Давление И имеет Регулировочное Приспособление Для регулировки Открываем Пробуем Чтобы Нам Добиться Чтобы При Нажатии На мембрану Воздух Достаточно С Большим Потоком Сейчас Он идет Еле-лее Немного Открутив Этот винт Мы Подняли Качейку И сейчас Воздух Идет Нормальным Потоком Дышится Легко Вот Запомните То есть Если мы Закручиваем Этот винт То есть Винт Который Внутри Мы Опускаем Качейку Если мы Откручиваем Мы Поднимаем Вот Сейчас В принципе Мы все Отрегулировали Осталось Дособрать Поставить Дефлектор Воздуха Пробочку И в принципе Все Сервис Закончен Так Ставим Нашу Пробку Ставим Дефлекторы У них Есть Направляющие Пазы И вот Здесь Есть Направляющий Паз Вот так Вставляем Очень Легко Собирается Если Это Сделать Правильно Ну Вот И все Мы Обслужили Нашу Вторую Ступень Апекс XTX50 Когда Вы будете Заниматься Регулировкой Помните Что Ход Регулировочного Винта Здесь Очень Небольшой То есть Буквально Небольшое Откручивание Или Закручивание Винта Достаточно Сильно Меняет Положение Нашей Качельки В которую Упираются Мембраны На этом Мы с вами Прощаемся Ждем Снова На нашем Канале Где Мы Будем Рассказывать О том Как Ремонтировать Снаряжение Для Дайвинга